Добрый день! Добрый день! Опять я с вами. Меня зовут Джим Андерсон. И я очень рад, что у меня есть возможность, лекция за лекцией, делиться с вами о субботнем покое. На предыдущих занятиях мы разбирали с вами, как на деле выглядит субботний покой. Последние занятия были очень практичными. И на первой такой практической лекции о субботнем покое мы говорили о том, что мы передаем свои заботы Богу. Субботний покой — это время, когда вы освобождаетесь от того, что вас беспокоит. Я уже говорил и повторюсь вновь, что это часть служения Иисуса Христа. Он освобождает узников, потому что Он заботится о них. Он исцеляет хромых, потому что Он заботится о них. И Он готов освободить вас сегодня от волнений, от беспокойства и многого другого, что тяготит вас. Затем мы говорили о времени, когда мы пересматриваем свою жизнь. Вновь и вновь нам нужно глядываться назад и смотреть, может быть, что-то надо изменить в нас, в том, как устроена наша жизнь. Это время, когда мы смотрим вглубь, не на поверхность. Каковы наши мысли? Каковы наши мотивы? Каково наше отношение? Или что это за чувства, которые бурлят во мне? Все ли они хороши? Может, нам стоит в чем-то покаяться, изменить то, о чем мы думаем? И затем мы говорили о том, что необходимо помнить о нашем Боге, когда мы оглядываемся назад и смотрим на то, что Бог совершил. И говоря более конкретно, суббота — это возможность посмотреть на то творение, которое Бог для нас сотворил. И мы вспоминали четвертую заповедь, записанную в книге Исход. И читая эту заповедь, мы отметили, что Бог почил, но также мы уделяем внимание тому, что Бог сотворил. Поэтому будет замечательно, если вы будете размышлять о Боге, смотря на Его творение, отвлечься от Своей работы, от того, что мы делаем, и посмотреть на то, что Он совершил, когда мы превозносим Его дела над Своими. И также мы говорили о том, что суббота — это возможность вспомнить то избавление, не только данное израильскому народу, когда они были избавлены от рабства в Египте, но есть и более великое избавление. И мы с вами говорили о том, что в книге «Второзаконие» подчеркивается именно этот аспект избавления. Избавление от наших грехов. Иисус Христос — наш Победитель и Избавитель. И сегодня мы рассмотрим еще один момент. Есть время, когда нужно смотреть вперед. Смотреть вперед на то, что Бог приготовил для нас. И не только на нашем земном пути, но смотреть еще далее. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на небеса. Итак, покой, время смотреть вперед. Мы останавливаемся и смотрим на небеса. Я уже, наверное, говорил, что некоторые люди настолько витают в облаках, что на земле у них ничего не получается. Такое, к сожалению, бывает. Когда люди настолько погружены, казалось бы, духовными разговорами, что забывают о том, что нужно готовить обед друг к другу. Понятно, что это крайность. И они не ходят на работу, якобы, чтобы поговорить о благочестивых вопросах. Но есть и другая проблема в нашем занятом, беспокойном мире. Она состоит в том, что есть поколения, есть люди, которые просто не находят времени, чтобы посмотреть вперед. Они пытаются создать небеса здесь на земле. Но этого никогда не произойдет, если, конечно, Бог не совершит чудо. Сами они не способны сделать совершенство здесь. Никто не способен. И сегодня люди настолько одержимы земным, что просто не находят время поразмышлять о небесах. Я хотел бы пригласить вас поразмышлять со мной о небесах. Я полагаю, что Бог призывает нас к этому, посмотреть на чудесные дела Божьи, сотворившие небеса. В Новом Завете мы находим ключевой текст, где говорится о том, что, смотря вперед, мы и смотрим назад. Это послание к евреям, 4 глава, стихи 9 и 10. «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Вот подумайте об этом. Как это Бог отдыхает? Войти в Божий покой. Как этот отдых отличается от того отдыха, к которому я привык в своей жизни? Говоря о небесах, покой — отражение небес. Мы входим в субботний покой, чтобы получить некое предвкушение небес, чтобы задуматься о небесах, о том, что Бог приготовил для нас в будущем. Это будет время, когда никто из нас не будет стареть, никто не будет плакать, никто не будет болеть, никто не будет страдать. Замечательное время. И небеса реальны, так же реальны, как реальна земля. Мы должны осознавать реальность небес. Мы не знаем многого о том, как там будет, кроме того, что там будет хорошо. Небеса — это именно то место, где можно по-настоящему отдохнуть от греха. И если мы посмотрим на послание к евреям, то найдем там два повествования о небесах, и мы возвращаемся назад, возвращаемся ко временам Ветхого Завета. Покой в обетованной земле. В книге Второзакония, в пятой книге Библии, мы читаем, «Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно». И мы помним, как чудесным образом, как народ израильский был выведен из Египта, прошел через Красное море, воды раступились, и после этого, из-за непослушания, они были вынуждены 40 лет блуждать по пустыне, пока все поколение не умерло. Но согласно Божьему замыслу, они должны были сразу же войти в землю обетованную. Но это было дано только лишь следующему поколению, поколению Иисуса Новина, Халева. Только следующее поколение вошло в землю обетованную. И вот эта земля, уже нету плена, уже нету рабства, как в земле египетской. И они пришли в эту землю, землю, которую дал им Бог, и обрели покой, хотя бы временный покой, от их врагов. Но достаточный отдых, чтобы они могли получить представление о вечном отдыхе, о небесах, которые Бог дарует всем любящим Его. И мы читаем об этом в послании к евреям. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не разточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не жесточился, обольстившись грехом. Вы видите, им нужно было пройти через это, через эту пустынную, скалистую землю, чтобы попасть сюда. Но им нужна была вера, им нужно было поверить Богу, что у него есть сила, что он готов довести их сюда. Но у них не хватило веры. Многие из них пали духом, многие из них разгневались на Моисея, на вождя данного им Богом. Они ожесточили сердца. Во все времена, в любом поколении, человек может прийти к Богу только по вере, веря тем словам, которые Бог изрек ему. Иначе вы не войдете в небеса, не войдете во временный покой, не войдете в субботний покой. Нужно иметь веру. И не так трудно поверить, если посмотреть на свидетельство. Не так трудно иметь веру, если открыть свое сердце. Джеймс Монгамери Бойс сказал следующее об обетованной земле. Когда Бог вывел израильтян из Египта и провел через пустыню, Он намеревался везти их землю обетованную. Именно там Божий народ должен был успокоиться от своих странствований. Это был символ небес. И в этом моя мысль, что земля обетованная, куда пришел израильский народ, это символ небес. Именно об этом говорит автор послания к евреям. Они много странствовали, блуждали, ходили в одну сторону, затем в другую, но в конце концов пришли в землю обетованную. Они вышли из Египта и 40 лет блуждали по пустыне из-за своего непослушания но Бог был верен и Он привел следующее поколение в землю обетованную. Послание к евреям, 3 глава, стихи из 14 по 19. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во времена ропота. Ибо некоторые из слышавших возраптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем». Другими словами, они видели чудеса в Египте, но все равно возраптали. Они не верили. Хотя у них были такие свидетельства, чтобы поверить, но они не поверили. «На кого же негодовал Он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как ни против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». Поэтому мы не должны пропустить этой вести. Вести о покое. «Войдите в Мой покой». Мы с вами еще поговорим, что значит «Божий покой». Грехи неповиновения. Мы можем восставать против того, что Бог сказал нам. Пренебречь этим. Но не ожесточите сердец ваших. Вы противитесь один раз, другой, и в конце концов обнаруживаете, что ваше сердце настолько ожесточено, что вы отвергаете те возможности отдыха, которые Бог вам дает, как в вечности, так и здесь, на земле. Вера от всего сердца. Не просто поверхностное представление о вере, но вера от всего сердца, вера всем своим существом. И одна из целей субботнего покоя – это позволить Божьему Слову войти в ваше сердце глубоко внутрь. Мы читаем «Греховное неверующее сердце». Это очень опасно. И в действительности, это самая серьезная проблема сегодняшнего мира. Немедленное действие. Ныне. Сделайте это сейчас. Не откладывайте на потом. Примите прямо сейчас Божье средство покоя. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com И далее я хотел бы, чтобы мы посмотрели на вторую иллюстрацию, которую мы читаем в послании к евреям. Первая была связана с землей, вторая – с еженедельным празднованием субботы. И послание к евреям связывает эти две иллюстрации вместе. В четвертой главе послания мы читаем о седьмом дне, дне, который был отделен с сотворения мира, день покоя, день оставления, именно так переводится это слово. Прекращение что-то делать. «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». На самом деле, это цитата из книги «Бытие» 2 главы. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Но не все входят в Него, только те, кто имеют веру. Только они войдут в Него». И мы читаем в четвертой главе послания к евреям. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не казался кто из вас опоздавшим. Ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользу слово слышанное, не растворенное верою слышавших. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, «Я поклялся в гниве Моем, что они не войдут в покой Мой, хотя дела Его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так. «И почил Бог в день седьмый от всех дел Своих». И далее мы читаем. «И еще здесь не войдут в покой Мой». Итак, как некоторым остается войти в Него, а тем, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус на вин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». И далее идет очень известный текст в послании к евреям. «Который связывает обе эти иллюстрации. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел Своих, как и Бог от Своих». Итак, постараемся войти в покой Он, «Чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечных». «Не будьте как непокорны». И неверие очень тесно связано с вечной жизнью, неверие в те обетования вечной жизни, которые Бог оставил. Мы смотрим назад и вспоминаем избавление израильского народа из Египта, но есть и другое избавление, избавление от грехов через Сына Божия Иисуса Христа. И не так трудно поверить в это, если прочитать Библию, прочитать Евангелие в хронологическом порядке и видеть то, что Бог предлагает нам, вечную жизнь, небеса через Сына Иисуса Христа. А Ветхий Завет показывает нам верность Бога Своему Слову. И будучи верующими, мы можем упускать эту возможность, возможность размышлять о небесах, возможность насладиться миром, который дают небеса. миром, который так нужен нам в жизни. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. ТВ-семинарии. Продолжение следует...